Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли и вы на канале BitRider. Итак, канал перешел рубеж первую тысячу подписчиков. Я этим видео хочу поблагодарить всех ребят, всех, кто подписался, всех, кто смотрит. Хочу вот, собственно, просто вас, ребята, под души поблагодарить. Ну и, так сказать, небольшой апдейт вообще, что у меня сейчас происходит, какие планы, что в перспективе. Итак, в данный момент, сегодня, кстати, ребята, я первый раз катался с того момента, когда я завалил экзамены, там, почти полтора месяца назад. То есть я, как вы знаете, наверное, по предыдущим роликам ездил на скутере, то есть переучивал себя, можно сказать, заново. То есть моя манера вождения была немножко неадекватной, как оказалось. То есть я был немножко так, ну, как-то, как, ну, рисковат, скажем так, на перекрестках, на светофорах. Поэтому я последний месяц себя принудительно, так скажем, заставлял ездить аккуратнее, медленнее. Ну, в общем, как бабушка. И сегодня как раз была первая покатушка вот именно с того момента, когда я завалил экзамен. Немножко, конечно, от мотоцикла отвык. Ну, в общем, быстро, так скажем, все вспомнилось, как, что. Но по сравнению со скутером немножко было не то. Потому что на скутере я ездил этот маршрут уже, скажем так, 20 раз. Если не больше, уже каждый знак знаю. Но сегодня повел меня инструктор немножко другим маршрутом. Ну, то есть он знал, да, что я катался. Соответственно, он меня повел по тем маршрутам, куда я, в принципе, не ездил. Это тоже было очень хорошо и полезно. Скажем так. Я ему сказал, так, давай сегодня меня вообще не жали. Я не девочка. Если что, ругай, матери. То есть, ну, в пределах, так скажем. Ну, чтобы на личность не переходить. Базаров нет, все сделаем. Ну, и, в принципе, сегодня я получил от него следующую критику. Ездишь как бабушка. Я действительно старался ездить осторожно, медленно. Лучше 10 раз посмотрю, убедиться. В одном месте, да, накосячил так. Ну, в целом, в целом, я его потом спросил. Говорю, слушай, ну вот если бы я вот точно так же, как сегодня, два часа мы с тобой катались, точно так же ездил бы на экзамене. Я бы его сдал. Тут, говорит, сдал бы. То есть, ну вот, в принципе, что я хотел услышать. Послезавтра у нас еще одна покатушка. Зайдем на площадку немножко, потренируемся тоже. Ну, и на следующей неделе у меня вторая попытка экзамена. Я не знаю. Это будет, я буду, я буду честно ржать, если я опять не сдам нафиг. Ну, конечно, я постараюсь, потому что, ну, финансово это, это тоже, блин, это дорого, ребята. Это дорого пересдавать. То есть, пересдача, по сути, мне встает в пятихатку. 500 евро она мне встает. Вот, то есть, вот эти дополнительные две покатушки, плюс экзамен, плюс пошлина. В общем, все эти дела дорого. Поэтому надо постараться. Да, и мне уже из магазина звонил этот продавец, говорит, ну, что ты уже, когда мотоцикл-то забирать будешь? Я ему говорю, скоро-скоро потерпеть. Ну, ладно, говорит, как там все будет, ты позвони, ну, при любом раскладе сделаем. В общем, вот такие вот у меня пока что апдейты. В случае, если, ну, я как бы загадывать сейчас не буду, потому что я, как вот в прошлом, в прошлый раз как-то загадал, распланировал там поездки, путешествия. И видите, как получилось, что вот не получилось. Поэтому в этот раз я лучше загадывать не буду. Как будет, так будет. Ну, не получится со второго раза, получится с третьего раза. Рано или поздно я эти права сделаю. Так что, ребята, еще раз всем благодарю. Всем вам спасибо за подписку, за поддержку. Очень приятно. Так что в следующий рубеж у нас, я думаю, будет 10 тысяч. То есть тысячу мы сейчас достигли. Потом будет 10 тысяч, потом будет 100 тысяч, потом будет, наверное, миллион. Как говорится. Ладно, ребята, все. Не буду я вас утомлять своей болтовней. В общем, еще раз спасибо. Я с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok